Где в России провести новогоднюю ночь Желающих встретить Новый год под северным сиянием стало так много, что места в отелях бронируют уже в августе Турфирмы даже выделили север в отдельное направление Такое же, как побережье Крыма или города Золотого кольца На них в этом году тоже большой спрос Корреспонденты РГ разузнали, как и за сколько можно отдохнуть в России в новогодние праздники Из Мурманска за 10 тысяч рублей на собачьи упряжки вас отвезут к северному сиянию в Новый год Фото, рия новости с елкой на ледоколе Поездка за полярный круг удовольствия не из дешевых Проживание в отеле Мурманска стоит около 4-5 тысяч рублей в сутки на человека Можно снять квартиру, выйдя дешевле Но чем ближе Новый год, тем меньше шансов найти свободное жилье Пообедать можно и за 350 рублей Но чтобы попробовать настоящее арктические блюда, лучше иметь тысячу рублей Минус Эксперты посчитали, во сколько обойдется новогодний стол Зимние маршруты в Заполярье рассчитаны на любой вкус И кошелек от 2 миллионов рублей за тур на Северный полюс на атомном ледоколе до 10 тысяч За выезд в тундру на собачьи упряжки к северному сиянию И загадать желание Говорят, сбудется Любители дайвинга празднуют Новый год под водой в Кольском заливе Ставят на дно и олку и водят хороводы Некоторые экстремалы забираются в старый рудник в Хибинских горах Здесь же на Хибинах можно погонять на горных лыжах Но все это тоже влетит в копеечку У детей свои забавы Семьи с детьми если отправляются путешествовать по стране на Новый год То чаще всего выбирают Великий Устюг И это понятно там же резиденция Деда Мороза Терем с резными ставнями За осад, где живут медведи и олени Ледник, в котором всегда минус 15 градусов В Великом Устюге много гостевых домов Семейный номер со всеми удобствами и завтраком обойдется в 3000 рублей в сутки А средний чек на обед из блюд русской кухни в ресторанах 600 рублей Туристам также предлагают полный пансион на два дня Это проезд в плацкартном вагоне, питание, проживание, транспортное и экскурсионное обслуживание Билет для взрослого стоит 11 250 рублей, для ребенка 10 500 С детьми можно съездить и к Снегурочке, резиденция которой находится в Костроме Накануне новогодних праздников этот город стал одним из самых популярных направлений для путешествий Билеты к внучке Деда Мороза многие туркомпании начинают заказывать для своих клиентов тоже с августа, как на Северное Сияние Минус Как выбрать новогоднюю елку? Советы врача-аллерголога средний чек в ресторанах русской кухни Суздаля начинается от 1000 рублей Цена праздничного новогоднего банкета с закусками, напитками и анимационной программой от 3000 рублей В Ярославле тоже есть на что посмотреть здесь только памятников архитектуры 140 И уже во второй половине ноября в ярославских отелях и хостелах было забронировано более 80% мест на новогоднюю неделю В среднем номер обойдется в 6-7 тысяч, сдаваемые квартиры примерно в той же цене или дороже Средний чек в кафе и ресторанах сейчас примерно тянет на 510 000 рублей В кафе быстрого питания 300 Но можно найти общепиты дешевле за 150 рублей Трассы уже готовы на Алтае есть новинка для тех, кто любит горные лыжи На Телецком озере, например, ввели вторую очередь подъемника И теперь перепад высот у горнолыжного комплекса больше, чем в знаменитом Шерегеш и Кемеровской области Большинство турбаз расположены на берегу Катуни Зимой эта река не замерзает, а изумрудный цвет ее водя на фоне ледяных торосов восхищает всех Вам предложат покататься не только на горных лыжах, но и на собачьих упряжках Принять СПА-процедуру на основе лечебного сырья Алтайских гор Средняя цена номера в горном отеле уровня 2-3 звезды составит 4,5-5 тысяч рублей Праздничный ужин, как правило, является обязательным и стоит от 4 до 6 тысяч рублей на человека В программу входит еда, напитки и шоу-программа Питание в кафе или ресторане отеле возможно в двух вариантах Комплексное или по меню Минус Эксперты рассказали, какие подарки россияне готовят на Новый год Туристы с деньгами предпочитают главную ночь года проводить в Листвянке Сибирская Анапа предлагает гостям домики и коттеджу уровня люкс от 10 до 20 тысяч рублей Но можно снять дачу в нескольких километрах за 5-7 тысяч Ценник в отеле от 1,8 тысяч рублей Здесь работает не рпенарий, а также музей тальцы с горками и прочими старинными русскими забавами Можно пройти мастер-классы по лепке пельменей или заказать баню с купанием в проруби Для того чтобы хорошо покушать, есть заведение на любой карман Можно поесть вкуснейших блюд, 300-500 рублей порция, и выпить бурятского чая на молоке, 50-100 рублей, а можно пообедать и на 3 тысячи Средний чек за 8100 рублей гарантия, что будет вкусно и сытно Главное место притяжения зимой для спортивных граждан это Байкальск с его многоуровневыми снежными трассами А еще есть Северо-Байкальск с горячими источниками-хакусами Многим туристам, приехавшим отметить Новый год на Байкал за тысячи километров и не увидевшим прозрачный байкальский лед, бывает обидно Но да, Байкал к 1 января еще не замерзает Для тех, кто любит погорячее те, кто не переносит холод, едет в Сочи На новогодние праздники здесь можно снять квартиру за 2-3 тысячи рублей, дом 5-10 тысяч, а номер в отеле за 4 тысячи рублей в сутки Обедать выгоднее в сетевых столовых, средний чек 200 рублей В кафе гораздо дороже 510.00 рублей Традиционно на главной площади гостей Сочи ждет концертная программа Также на новогоднюю ночь приедет с выступлением группы Кармен, пройдет вечеринка в стиле диско Сочи славится субтропическим климатом и зимой обычно тепло, но дождливо Черное море соседствует с Кавказскими горами Но, одевшись потеплее, смело можно отправиться на морскую или горную прогулку Зимой в городе очень зелено И даже цветут цветы Например, уже распустились нарциссы, а в январе в желтый цвет окрасится мимоза Общество, ежедневник, праздники, экономика, туризм, филиалы РГ, Северо-Запад, филиалы РГ, Центральная Россия, филиалы РГ, Сибирь, филиалы РГ, Восточная Сибирь, филиалы РГ, Кубань Северный Кавказ, СЗФО, Мурманская область, Мурманская СЗФО, Вологодская область, ЦФО, Костромская область, Кострома, ЦФО, Владимирская область, ЦФО, Ярославская область, Ярославль, Новый год развития туризма в России